Всем доброго дня! Это видеоотчет для центра BR David, но речь пойдет не об успехах моего ребенка, а о медитациях Юсефа. На самом деле, когда я к ним приступала, не совсем была уверена, что они мне нужны и могут на самом деле как-то повлиять. По истечении времени с октября месяца 2019 года и до сегодняшнего момента делать я их не прекращаю. Когда-то почаще получается, когда-то пореже, но я периодически их проделываю. Что хотелось бы заметить? Общее состояние здоровья улучшилось, нормализовалось. Какое-то такое достаточно, как это сказать, неспокойствие в плане, мне кажется, нервозности и какого-то такого беспокойства постоянно. Как-то все стало вот так ровно прямо у меня проходить, что мне очень комфортно. Мое состояние на данном этапе очень-очень комфортное, что собственно отражается на ребенке соответственно. Хотелось бы подметить, что после первого сеанса, он был в октябре месяце, Давид заметил то, что часто ли у меня головные боли. Я сказала, что очень-очень часто. К слову сказать, до октября я могла в месяц мучиться головной болью до 5-6 раз в месяц. Причем иногда таблетки мне не помогали совсем, то есть я их там меняла периодически. Бывала такая головная боль, которая вообще просто ужас. Но сейчас вот эти головные боли ушли, они не повторяются. И плюс, наверное, я так понимаю, что и медитация очень-очень сильно положительно сказывается на физическом здоровье. Как бы странным это ни казалось, но это проверено мной на себе уже в течение получается третий месяц. Вот я так живу. Всем очень-очень советую. И, соответственно, сказки тоже. Давайте детям слушать, сами их слушайте. Это все очень взаимосвязано и я всем рекомендую. Очень рекомендую. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, Давид. Спасибо, Юсеф. Спасибо вам. Здравствуйте. Мы были на очном лечении в центре БРДАВИД в марте 2019 года. На самом деле разница между очным и дистанционным лечением я считаю, что просто огромная. Во-первых, вы узнаете причину, почему у ребенка какие-то проблемы. Во-вторых, вам говорят, сколько времени понадобится для выхода ребенка в норму, для его исцеления. Чего он, наверное, не сможет, Давид, сказать дистанционно. В-третьих, это то, что специалисты центра БРДАВИД говорят, какие именно проблемы у ребенка. Какие участки мозга у него поражены. Насколько сильно его воспаление мозга. Повышено ли внутричерепное давление. Ну и, соответственно, все это убирается, исцеляется и так далее. Ну и, конечно же, самое главное, что я считаю, это то, что сам процесс исцеления ребенка происходит при очном и после очного лечения происходит в разы быстрее и в разы эффективнее. Но мы, например, не могли добиться таких результатов по дистанционному лечению. Да, были очень большие и хорошие изменения, улучшения. Но именно ощутимые, видимые, которые видят и окружающие, и мы, изменения и улучшения произошли именно после очного лечения. Тут еще такой немаловажный момент, что лечится вся семья. Все, кто приезжают. И папы, мамы, бабушки, дедушки, сестры, братья и так далее. Ну, такого вы, наверное, вообще нигде не встретите, а не в одной стране мира. Дальше. Чем это также еще хорошо? Тем, что если кто-то из родителей скептик, например, да, есть возможность на себе испытать, ну, уникальные способности семьи Эйхи. Что касается нашей дочери. Ей вот через две недели будет четыре года. Мы, что мы наблюдаем у нее на данный момент? Во-первых, у нас были истерики постоянные. Ну, те родители, у кого дети такие истеричные, те понимают, насколько это сложно. На данный момент все ее истерики прекратились. Она веселая, она радостная. Ну, и самое главное, наверное, для меня, это то, что она была полностью в себе. Сейчас она выходит из своего этого мыльного пузыря. Она интересуется окружающим миром. Мы видим, насколько хорошо она себя чувствует. Нам остается, в принципе, просто всему научить, все рассказать, показать, чем мы на данный момент и занимаемся. Всем здравствуйте. Меня зовут Полина. Я хочу напомнить вам, что месяц назад мы вернулись с Иерусалима, с прекрасного центра Биар-Давит. И уже очень сильно скучаем. Что мне хочется сказать? В первую очередь, аутизм излечим. Все, что проводится в этом центре, и то, что эти добрые люди, как их называют правильно, волшебники творят, не подходит ни под какие нормы и рамки дозволенные. Это что-то чудесное, это что-то невероятное. Это не знаю, с чем можно скушать. И как это все понять мозгом. Поэтому я выключила свой мозг, потому что это понять невозможно. И разбираться в этом даже нет ни смысла, ни времени, и не надо это. То, как я делала раньше, думаю, а почему, а как, а что это, а что они там делают, каким это способом. Таблетки там никакие не дают, можете успокоиться. Все адекватно, правильно сформулировано. И правильно подходит, и правильное лечение, и правильные люди. И все там идет так, как должно идти для излечения таких наших особенных деток. Что мне хочется сказать в первую очередь, что ребенок действительно поменялся. Поменялся, конечно же, в лучшую сторону. В худшую можно было даже об этом и не думать. Он начал более адекватно реагировать на все, даже на меня. Смотреть в глаза, стал усидчивей, обучаемый. То есть, можно ребенка садить за столик и показывать ему, объяснять, что, почему и как. И он будет сидеть, тебя слушать и радоваться вместе с тобой своими же успехами. Вот, мы начали дуть в трубочку, делать бурбалки разные в водичке. То есть, тушить свечки, шарик уже пытаемся надувать, просто еще как бы сил пока не хватает. Вот. Начал сам кушать абсолютно. То есть, я могу поставить ему тарелку с едой и пойти заниматься своими делами. И он сам самостоятельно, ну, конечно, где-то с кляксами, с ваксами, но он все равно сам кушает. Что не делал и раньше. Поведение, конечно, желает лучшего, но это просто ребенок, я напомню, ему скоро уже будет три годика, вот-вот, на днях. И, естественно, преобладает и есть место быть то, что он отстает в развитии значительно, ну, на год, на полтора. Поэтому он ведет себя сейчас как ребенок, который заново познает мир. То есть, он проснулся, мне его там раскрыли, мой цветочки, он начал цвести и пахнуть. Вот. Единственное, что по-серьезному можно сказать одно, что там люди вам открыто скажут, в чем именно проблема. Вот это было для каждой мамы, это самое, да, важное, да, знать, что происходит с твоим ребенком. Быть в недоумении и не понимать, что с ним творится, и что ему болит, и что он хочет, и почему он себя так ведет, это настораживает, это очень больно и тяжело. В центре Бердавит вам расскажут, в чем именно проблема. И то же самое рассказали мне. И хочу этим поделиться. Почему? Потому что это визуально видно. То есть, у некоторых детей какие-то там другие проблемы, которые уходят. А у нас проблема значительная, которая на глазах. То есть, у нашего ребенка, у Степана, была на голове, значит, заросшая кость неправильно, которая срослась внутриутробно. Вот. Я вам скажу, что на глазах прям, на глазах она действительно становится намного меньше. То есть, лобик сглаживается. Начали появляться морщины. Мимика. Он поднимает глаза, и у него морщится лобик. Перестали быть припадки в виде того, что когда он подходит, он хотел биться все время головой. Она ему мешала, все ему там болело. Это уходит. Можно сказать, уже и ушло. Только вечером он где-то там, и то не каждый вечер, он может мне взять в мою руку, чтобы я ему как бы там побила. Но это в порядке вещей, потому что это все заживает, и своего рода может где-то его там беспокоит. Но любая рана заживает не сразу. То же самое и у нас. То есть, визуально даже, можно сказать, не можно сказать, а я утверждаю, что проходит этот, как говорится, бугорок или шишка, как я ее назвать, не знаю правильно. Но она значительно разглаживается и становится... Ребенок просто ожил. Нету никаких слов и не будет у меня. Их просто нет благодарности всем тем людям, которые нам помогли. Потому что, когда начинаешь говорить спасибо, сразу наливаются слезы, потому что это слезы счастья. И просто ты не знаешь, как этих людей отблагодарить по-своему. Потому что, вспоминая все то, что происходит с любой мамой, когда творится с ребенком нечто. И вспоминаешь, как ты мучился и как ты переживал. Теперь знаешь точно, что эти люди, они не только лечат ребенка, они лечат и маму. И поддерживают ее, это самое главное. Потому что иногда у детей просто даже в семье нет никакой поддержки. То есть мужья уходят плохие или родители не совсем хорошие, чтобы могли правильно поддержать. Либо они просто отворачиваются от себя. Те люди никогда не отворачиваются. Они идут по жизни, они поддерживают. Ну, как больше дар. То есть их, я считаю, что просто Бог поцеловал каждого по темечку. Что я еще хотела сказать. Значит, все лечится. Они молодцы. Поддержка и словом. Мечта у меня была до поездки в Израиль. Это чтобы мой ребенок вылечился, стал здоровым. Так как эта мечта уже начинает сбываться, она и сбылась. Дело за малым вопросом времени. У меня появилась новая мечта. Я хочу, когда мой ребенок вырастет, станет уже, ну, можно сказать, не самостоятельным, упадет в школу. То есть он будет уже как бы взрослым. И тогда, когда я расскажу ему, кто нас спас, его и меня, я очень желаю, чтобы мой ребенок сам того не говоря. То есть я ему это не скажу, я просто скажу, что вот эти люди спасли тебя, спасли меня, помогли, вылечили. И чтобы он сам позвонил Давиду и Софии и сказал, спасибо вам, что вы спасли мою маму. Вот это почему-то моя такая вот мечта на данный момент. Дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, без веры никуда, верить надо. До знакомства с Давидом и с его командой я верила только в Бога и правильно делала, потому что у него надо верить всегда, потому что только он подарил мне, дал возможность и навел меня на путь, путь к спасению в центре Пьера Давид. Я вас очень люблю. Спустя некоторое время я сделаю еще один отчет. Я думаю, еще мы очень хорошо вас порадуем. И вы порадуетесь. Я знаю, что вы искренне переживаете за каждого ребенка. Вот. До встречи. Я вас люблю. Большое спасибо. И мамы, папы, бабушки, дедушки, верьте. Аутизм излечим.